Привет, любители 80-х! Пристегните ремни, мы погружаемся в безумную закулисную историю боевика «Танго и Кэш». Вышедший на экраны в 1989 году, «Танго и Кэш» рассказывает историю Сильвестра Сталлоне и Курта Рассела в ролях двух детективов по борьбе с наркотиками с абсолютно противоположными стилями. Их подставляет безжалостный криминальный босс, и они оказываются за решеткой. Вынуждены работать вместе, они совершают побег, очищают свои имена и спасают положение. Звучит просто, правда? Но съемки этого фильма были далеки от простоты. Приготовьтесь к американским горкам производственного ада. Во-первых, были переписывания сценария. Это были не просто небольшие поправки. Нет, они практически переписывали весь сюжет несколько раз. Добавьте к этому столкновение между первоначальным режиссером Андреем Кончаловским и продюсером Джоном Питерсом. Кончаловский хотел суровый и реалистичный тон, в то время как Питерс стремился к преувеличенной и экстравагантной комедии боевику. В конце концов, Кончаловского уволили. Появился целый парад режиссеров-заместителей. Альберт Магнолли снял финальные сцены действия, а Стюарт Берт взял на себя монтаж на стадии пост-продакшн. Результат? Фильм, который выглядит как дикая смесь разных видений. Несмотря на хаос, Сильвестер Сталлоне изо всех сил старался удержать все на плаву. Он показал достойную актерскую игру, в то время как Курт Рассел добавил столь необходимую толику юмора. Но будем честны, производственная драма определенно оставила свой след. Когда Танго и Кэш вышел на экраны, отзывы критиков были неоднозначными. Некоторым понравились экшен и комедия, другие не смогли смириться с запутанным сюжетом и чрезмерным насилием. Но кассовые сборы? Более 120 миллионов долларов по всему миру. Да, друзья, Танго и Кэш стал хитом, особенно на видеокассетах. Со временем репутация фильма изменилась. То, что когда-то считалось забытым кассовым хитом, теперь имеет культовый статус. Поклонники ценят его китчевый шарм и чрезмерный экшен. Закулисная драма только добавила ему привлекательности. И вот сюрприз. Идут разговоры о продолжении. Сталлоне полностью за, в то время как Рассел немного колеблется. Кто знает. Возможно, однажды Танго и Кэш снова будут в деле. Вот такая она. Нерассказанная история о хаотичном производстве Танго и Кэш. Если вы любите 80-е, это безумное путешествие, которое вы не захотите пропустить. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Танго и Кэша снова на большом экране. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok